Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Шесть лет назад, в один из тех полукомичных моментов, которые, к сожалению, были потеряны для истории, Дженет Йеллен сидела на, пожалуй, самых неудобных в ее жизни слушаниях в Конгрессе. В то время, может, вы помните, Йеллен возглавляла Федеральный резерв, и тогда она была, как и сейчас, добропорядочным либералом. Поставьте себя на ее место и представьте себе шок, который она должна была испытать, когда члены черного кокуса Конгресса назвали ее, Йеллен, расистом, возможно, даже белым угнетателем, что плохого сделала Дженет Йеллен. По их мнению, вина Йеллен была в том, что она не смогла обуздать силу Федерального резерва, чтобы помочь афроамериканцам. Сначала Йеллен выглядела озадаченной. Смысл Федерального резерва — поддерживать стабильность американской экономики, а не расплачиваться с лояльными группами избирателей-демократов. Она попыталась объяснить, наши силы, сказала она, не могут быть использованы в интересах конкретных групп. Таким был ее ответ, но черный кокус Конгресса это не устроило. Их послание Дженет Йеллен не отличалось от послания вам или любому из 350 миллионов жителей этой страны. Делайте, как мы говорим, или мы осудим вас, как расистов. И, наконец, Дженет Йеллен поняла это послание. За один год Дженет Йеллен отвергла все законы денежной политики. И начала публично, без остановки, болтать о расовом равенстве и экологической справедливости. Это вещи, которые, в отличие от экономики, нельзя посчитать или даже конкретно определить, так как они совершенное средство для властолюбивых политиков, желающих еще больше власти. Вообще, Йеллен экономист. Но когда ей исполнилось 70, она полностью забросила экономику и погрузилась в куда более знакомый ей мир политического активизма. К моменту, когда она стала министром финансов Джо Байдена, ее трансформация завершилась. Одним из первых действий Йеллен на посту министра финансов был указ, меняющий миссию Совета по надзору за финансовой стабильностью. Этот Совет был создан Конгрессом после последнего финансового кризиса, о чем и говорит его название, чтобы предотвратить нечто подобное в будущем. И около 10 лет Совет занимался вопросами предотвращения очередного обвала, например, такими вещами, как субстандартное кредитование и автоматизированная торговля на Уолл-стрит. Но при Дженет Йеллен Совет обратил свое внимание на более модные проблемы, которыми была поглощена она. Глобальное потепление! Цитата. «Мы должны смотреть вперед на возникающие риски». Очевидно, что изменение климата — один из них. Она отправила письмо Всемирному банку с таким же сообщением. Что касается инфляции, которая традиционно была заботой экономистов, это был возникающий риск, который их волновал. Йеллен просто отмахнулась от этого. «Инфляция!» «Если это случится», — говорит она нам в своей известной цитате. Это будет, цитата, «временно». В многотомной истории плохих предсказаний Вашингтона этот прогноз мог бы стать самым плохим. В реальности, с тех пор, как президентом стал Джо Байден, цена бензина удвоилась. Так же, как и цена других товаров, необходимых американцам для жизни. И хуже всего то, что Дженет Йеллен, министр финансов, не только не смогла предвидеть этого. Дженет Йеллен, больше, чем кто-либо другой в Америке, способствовала происходящему своей беспечной денежной политикой за годы управления Федеральным резервом, которая была обречена вызвать инфляцию. И вызвала. Так что, если вы в ярости от текущего состояния экономики, Дженет Йеллен нужно винить в первую очередь. Почему она до сих пор работает? Хороший вопрос. Возможно, мы услышали ответ на этот вопрос, потому что Йеллен снова предстала перед Конгрессом, но на этот раз не было никаких допросов с пристрастием, никто не называл ее расистом. Наоборот, они угождали ей. Глубоко симпатизирующим членам Конгресса, Йеллен объяснила, что реальная проблема американской экономики в том, что она и демократическая партия до сих пор не имеют достаточного контроля над ней. Смотрите. Послушайте, в среднесрочной перспективе критично то, что мы все больше становимся зависимыми от ветра и солнца, которые не поддаются геополитическому влиянию, и кредиты на источники чистой энергии подтолкнут невозобновляемые источники. Я думаю, это критично. Действительно критично решать проблему изменения климата и наших цен на энергию для домохозяйств. Итак, просто ради забавы, если у вас есть пять минут, перемотайте запись, транскрибируйте то, что она сказала, и посмотрите, понимаете ли вы смысл этой абракадабры. Это называется интерсекционализм, новая религия правительства. И это позволяет бюрократам, когда становится очевидно, что они не имеют понятия, что они делают, просто сменить тему и говорить о том, о чем они имеют еще меньше представления. И вот вы видите, как Дженет Йеллен говорит о геополитическом влиянии, кредитах на источники чистой энергии, изменении климата. О чем говорит Дженет Йеллен? Она не имеет понятия. Проблема в том, что есть люди, которые действительно разбираются в том, о чем она пытается говорить. Настоящие эксперты изучают возобновляемые источники энергии годами. Например, Майкл Шелленбергер установил, что с 2011 по 2017 год стоимость солнечных панелей в Америке упала почти на 70%. Их много. Это вопрос спроса и предложения. Но вот что интересно, в течение этого периода, в то время, как стоимость панелей упала, цена на электричество в Калифорнии возросла в пять раз. Почему? Больше солнечных панелей, они дешевле, но они производят более дорогое электричество. Как это работает и как это поможет вам? Мы знаем, подобные случаи были в Германии. С 2006 по 2018 год, это расцвет, пиковые годы развития возобновляемой энергетики в Германии, цены на электричество выросли на 50%. Почему это произошло? Ну, давайте сравним это с ситуацией в соседней стране, во Франции. Там цены на электричество были гораздо ниже, несмотря на то, что Франция потребляет в два раза больше энергии из возобновляемых источников, чем Германия. Что? Что особенного во Франции, как они это сделали? Просто, ядерная энергия. Франция производит большую часть энергии с помощью атомных станций. Дженет Йеллен не считает ядерную энергию возобновляемым источником. Она считает возобновляемыми источниками ветер и солнце, которые по определению не являются надежными, но они, и в этом суть, очень выгодны спонсорам демократов и правительству Китая. Поэтому, конечно, Дженет Йеллен за них. Друзья, совсем недавно я запустил новый канал. Там я планирую высказывать свое личное мнение о тех или иных событиях, культурных и социальных явлениях, давать площадку экспертам различных отраслей, в общем, заниматься вот этой вот вашей блогерской чепухой. Для вас, кстати, это отличная возможность... узнать, наконец, как я выгляжу. Выгляжу вроде нормально. На моем канале уже есть одно видео, так что всех вас я приглашаю с ним ознакомиться. Стоит иметь в виду, что в том числе от ваших отзывов зависит дальнейшая судьба этого новорожденного канала. Приятного вам просмотра! Ссылка в описании, разумеется. Конечно, Йеллен не вдаётся в детали, почему она думает то, что думает, потому что если она раскроет тему, если притормозит и будет говорить ясно, вы не увидите никакого смысла. И Дженет Йеллен это знает, она активист, в её понимании логика не имеет значения. Чёткое мышление? Нет, так мы никуда не придём! Эмоции всегда побеждают. И поэтому во время слушаний в Конгрессе она начала говорить ещё об одной теме, о которой она ничего не знает. Преступление со стрельбой. Я также в ужасе от того вооружённого насилия, которое мы видим на протяжении нескольких недель и вот уже много лет. И я надеюсь, что Конгресс примет долгожданные и запоздалые меры и установит критерии здравого смысла, чтобы сократить вооружённое насилие. Ну, я также в ужасе от вооружённого насилия. Прошу прощения, мэм. Вы министр финансов! Давайте говорить об экономике, которая рушится. Заканчивайте с вашими речами об абортах, обороте оружия. Это не ваша сфера. Вернёмся к вашей работе. Вы министр финансов! Но она не хочет. Её цель всегда — говорить обо всём, кроме экономики. Почему? Потому что они уничтожили экономику. Но было одно исключение. В какой-то момент Дженет Йеллен спросили, потому что это вполне очевидный вопрос, как именно министр финансов и бывший председатель Федерального резерва? Экономист! Гений! Как вы не заметили вызванную вами инфляцию? Вот как это было. Я сказала, что инфляция будет временной. Что я не смогла предвидеть, так это сценарий, при котором мы будем иметь дело с множественными вариантами ковида. которые повлияли на нашу экономику и мировые логистические цепочки. И я не могла предвидеть влияние на цены на продовольствие и энергию в результате вторжения России в Украину. Так что, как обозначил председатель Пауэлл, нам обоим, возможно, следовало использовать более подходящее слово вместо слова «временное». Я действительно ожидаю, что инфляция останется высокой. Хотя я очень надеюсь, что сейчас она начнет снижаться. О, вы не увидели приближение ковида, хотя он здесь уже два года, и вся наша экономика остановилась, и затем вы компенсировали нехватку производительности расточительными тратами правительства, когда мы просто напечатали триллионы фальшивых долларов. Но вы не ожидали, что это вызовет инфляцию? Вы не ожидали, что боевые действия в хлебнице Европы повлияют на цены на еду? Представьте, что вы ведущий ток-шоу на кабельном, без какого-либо опыта в экономике, или даже не умеете подводить баланс в чековой книжке. Но для вас все было очевидно. Но когда вы министр финансов, и говорите, что не ожидали такого, может, вам не нужно было говорить «временное». И ваш ответ, цитата, «Я действительно ожидаю, что инфляция останется высокой, хотя я очень надеюсь, что сейчас она начнет снижаться». О, вы очень надеетесь. Вот до чего мы дошли. Мы очень надеемся. Не могли бы вы рассказать нам больше об абортах и вооруженном насилии? Обвини ковид и Путина, и дело с концом. Это смешно. Хиллари Вон, отдадим ей должное, это не убедила. Она спросила Дженет Йеллен, могло ли решение Байдена выпустить триллионы долларов повлиять на инфляцию, потому что когда чего-то много, это перестает цениться, как ваши деньги, которые почти ничего не стоят. И вот ответ Дженет Йеллен. Вы когда-нибудь предупреждали, Белый дом, что рост выпуска денег может привести к инфляции, которую мы видим сегодня? Нет, убирайся, деревенщина. Троль. Опять ты со своей инфляцией. Меня беспокоят изменения климата и вооруженное насилие, и аборты. Оставь меня в покое. Я министр финансов. Оставь меня. Она должна уйти. Это безумие. В нормально функционирующей стране Дженет Йеллен была бы в доме престарелых и писала бы мемуары, которые никто не стал бы читать. Но здесь все по-другому. Она до сих пор министр финансов. Она осталась на посту. Напротив. Демократы по очереди хвалятся, как им нравятся дорогие электрокары. Как насчет цен на бензин? Просто купи себе Теслу, детка. Вот сенатор от Мичигана Дебби Стабенау. Доброе утро, мадам министр. Мы так рады видеть вас здесь. Мне есть что сказать по вопросу о ценах на бензин. Я много времени ждала, когда у меня появится достаточно денег, чтобы купить электрокар. Наконец я купила его и ехала всю дорогу от Мичигана сюда в эти выходные, проезжая мимо всех заправок. Мне было все равно, сколько стоит бензин. Так что я с нетерпением жду возможности для всех нас пересесть на транспорт, который не будет так зависеть от прихоти нефтяных компаний и международных рынков. Да! Потому что электрокары не используют энергию, так что они не связаны с международным рынком. Эй, Дебби Стабенау, что такое международный рынок? У вас есть хоть какое-то представление? Вы что-нибудь знаете? Вы говорите нам, что нефтяные компании настолько алчные, что каким-то образом аннулируют свои собственные права на бурение. Они такие алчные, что даже не хотят качать нефть и закрывают свои собственные нефтепроводы. Правильно? И поэтому они говорят о введении налога на бензин. Потому что они не хотят, чтобы вы использовали нефть. Так что ли? Где здесь логика, Дебби Стабенау? Может нам нужно связаться с Дженет Йеллен? Может она нам ответит или отмахнется от нас, простолюдинов? Как этот человек стал нашим министром финансов? Мы в болоте. Есть кто-нибудь, кто способен нас вытащить? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok